Рад приветствовать вас в третьей части лайфхаков для армии. В этом ролике мы разберем еще несколько полезных советов, которые помогут немного облегчить вашу службу. В комментариях под прошлыми частями многие пишут, мол, советы банальны, ибо со временем все эти хитрости понимает каждый солдат. Да, но в том-то и дело, что со временем, а перед тем, как он это самостоятельно поймет, будут залеты, косяки, пиздюля и прочие трудности. Поэтому лучше как можно раньше научиться на чужих банальных ошибках, чем совершать свои и получать опыт через собственные шишки. И да, все советы основаны исключительно на моем личном опыте, поэтому если вам есть что добавить, пишите в комментариях. Знакомьтесь, это крокодил. Здравствуйте! И он вам нахуй не нужен. А это крокодильчик от ОЗК, и отсутствие этого говнюка может сильно испортить вам настроение на утреннем разводе в среду. Так как в армии среда это день РХБЗ, на построениях вероятнее всего, помимо «равняйся смирно», вы услышите команду «Газы!» Или еще хуже, защитный костюм надеть «Газы». По этой команде все подразделения должны надеть ОЗК в виде плаща или комбинезона за определенное количество времени, указанное в нормативах. Но даже если все военнослужащие максимально быстро выполнили команду, начинается осмотр, при котором могут найти кучу всяких мелких недостатков, из-за которых все предыдущие старания пойдут коту под отрезанные яйца. Не закрученный до конца бочок противогаза, всего один не застегнутый шпенек, но чаще всего отсутствие хотя бы одного маленького крокодильчика. По факту, это обычный элемент крепления, этакая своеобразная пуговица, но к данному костюму он привязывается очень ненадежно, вследствие чего быстро теряется, иногда даже прямо на разводе, в суете после команды «Газы». И так как вещь достаточно самобытная, в обычном ларьке ее не купишь, поэтому те, кто теряют крокодильчики, очень быстро находят им замену на костюме товарища. Поэтому, во-первых, займите себе как минимум один запасной крокодильчик, а во-вторых, после каждого развода РХБЗ снимайте со своего ВЗК крокодилы и носите их под сердцем, иначе у них вырастут ноги. По этой же причине я рекомендую сделать этакую заначку, в которой будут лежать запасные шнурки, петлицы, пуговицы для погон и шевроны. В общем, то, что по закону подлости может экстренно понадобиться. Главное, хранить свое сокровище нужно в надежном месте, не в тумбочке, не под матрасом, а желательно в укромном уголке, лучше даже за пределами казармы. У меня, к примеру, тайник был под картиной в актовом зале. Публичное место, хреново туча людей ходили мимо и даже подумать об этом не могли. Идеально. Первая форма практически любого военнослужащего – это офиска. В большинстве родов войск именно в нее солдат переодевают на сборном пункте. В отличие от многих других видов формы, погоны для офиски твердые и не пришиты к самой форме, поэтому их необходимо крепить самостоятельно. Разумеется, один или два комплекта погон выдадут вместе с формой, однако они будут картонные, то есть их внешний вид обеспечивает картонка внутри. Проблема в том, что при надевании бушлата, вещь мешка или просто от дождя или снега, картонные погоны превращаются в говно. Они все ломаются, размокают и выглядят отвратительно. Отверстия в них очень быстро увеличиваются, пуговицы расшатываются, петлички вываливаются и так далее. А мятые некрасивые погоны – это уже лишний повод докопаться. Купить новые – это разумно, однако через месяц их ждет та же участь. Единственное правильное решение – это зародить пластиковые погоны. Да, они стоят чуть дороже, могут немного отличаться по цвету, но зато практически не ломаются, не размокают и держат форму идеально. Большинство солдат крепят погоны к офисной форме при помощи обычных канцелярских скрепок. Нас сами командиры так учили. Помимо того, что это откровенно неудобно, так еще и погоны болтаются, а сами скрепки иногда тыкают в плечо. Для того, чтобы не покупать специальные крепления для погон в Эйнторге, можно сделать все намного проще и удобнее. Просто пришейте пуговицу на погонах к обычной широкой пуговице. Благодаря этому у нас получается надежное крепление, с помощью которого можно без проблем эту погону туда-сюда снимать. Погону? Какую погону, бля? Погоны нам! Погоны, бля, их две, ёпки. От погон плавно перейдем к шевронам, а если точнее, к вооруженкам. В вооруженке бывают трех типов. Прорезиненные, вышитые и наклеенные. Последние вроде как тоже выдаются по умолчанию на солдатском респауне и сами по себе недолговечны. Очень часто они линяют и расползаются, а сама краска или что это вообще такое просто трескается и отваливается. Чего с остальными типами вооруженок не происходит. Их как угодно мне. Три, жми и даже стирай, чтоб чисто было вот так вот. Раз, раз, раз. В общем, запомните. Покупать наклеенные не стоит. Наклеенные. ГОВНО! Все остальные. Заебись! Что касаемо формы, у меня есть еще пару маленьких советов. Со временем на демисезонной форме могут поуродски задираться кончики погон. Вот такая вот писюлина получается. И для того, чтобы такого не было, сам уголок можно просто прихватить одним или двумя незаметными стежками. И самое важное. Правило антивор. Обязательно помечайте свои вещи. На всех вещах, особенно на ремне и шевронах, разумеется с внутренней стороны, штрихом напишите фамилию или номер военного билета. Пометьте все. И даже носки. Их тоже иногда воруют. Сделать это можно с помощью обычных белых ниток. И если вдруг такой инцидент произойдет, вора можно будет легко найти по вашей метке. Конечно, найденные носки носить вы вряд ли станете. А вот крепких пиздюлей за крысятничество выдать будет приятно. Ну а такие мелкие вещи, как петлички на ВКБОхе, можно просто аккуратно пришить к форме. Тогда уж точно не сопрут. Не знаю, как сейчас, но у нас призывникам выдавали обычные металлические кружки. А все термокружки оседали в кабинетах у старшин, а потом продавались через авито. И я думаю, многие догадались, в чем минус металлической кружки. Она, блять, горячая. И чтобы попить чай без ожогов, надо постараться. Лично мне повезло еще больше, чем всем остальным. Мне досталась большая алюминиевая кружка, которая почему-то еще лучше проводила тепло и к тому же не имела уплотнений на краях. Пить горячий чай из нее было вообще невозможно. И чтобы мои губы не превратились в это, мне приходилось ждать, пока остынет чай. А потом, когда уже чайпитие закончится, все разойдутся и лягут спать, и сам в стакан. Как решить проблему с обожженными губами, я так и не придумал. А вот чтобы сама ручка не достигала температуры солнца, можно аккуратно обмотать ее толстым слоем ниток или шнурком. Многие, конечно, с этого угорали, мол, че как зэк сделал. Но зато руки я никогда не обжигал. Только губы. Следующая истина звучит так. Работа в армии не заканчивается никогда. Чем бы солдат не занимался, лишь бы... Че ебался? Нет. Обосрался? Нет. Заебался. Правильно, ты же военный, блядь. Какой бы объем работы вы не выполнили, другие задачи найдутся всегда. И теперь, когда вы знаете эту особенность, можно вывести несколько правил. Во-первых, вы всегда чем-то заняты, если хотите остаться незанятыми. В армии очень распространено такое явление, как... О, боец, иди сюда, че отдыхаешь, что ли? Сделай то, ходи туда и так далее. Чтобы так не происходило, лучше вообще никому не попадаться на глаза. А если все-таки попался, то отвечать, что ты прямо сейчас выполняешь очень важное поручение от вышестоящего командования. К примеру, стоишь ты такой, тупишь, с подсолнухом в руке, тебя увидел какой-нибудь командир и сразу же попытался намотать. А ты резко делаешь вид, будто усердно выполняешь очень важный приказ, еще и говоришь что-нибудь вроде «Приезжал сам министр обороны, приказал траву притоптать». Согласен, что пример дерьмовый, но ситуация понятна. Вы всегда чем-то заняты. А даже если не заняты, делайте вид, что работаете, иначе вас тут же привлекут на другую работу. Во-вторых, не спешите выполнять поставленные приказы. Причем эту фразу можно понять по-разному, но в обоих смыслах спешить не нужно. Очень часто бывает так, что по ходу дела приказы видоизменяются. И если вы быстро выполните первоначальный вариант приказа, то останетесь крайним. Ведь указанное действие теперь нужно было сделать по-другому. Или вообще командиры передумали это делать. Да и к тому же, если вы будете быстро выполнять все приказы, то ваш КПД повысится, и вы получите премию в виде еще хуевой тучи разной работы. Так пизда, дай, ёб твою мать. Понятно, что из всех правил бывают исключения. Если на вас в три голоса орут, чтобы вы бежали, что-то быстро делали, то лучше незамедлительно последовать этому указанию. Но даже в таком случае вы можете остаться крайним. Ведь гораздо проще обвинить и наказать срочника, чем признать собственную глупость. Ну и под конец, еще немного бытовых советов. Если тебе повезло, и ты не являешься счастливым обладателем пышной быстрорастущей шевелюры по всему телу, то зимой рекомендую бриться и делать кантик не утром, а вечером, после вечерней поверки. Наверняка многие замечали, что если сразу после бритья выйти на мороз, то раздраженная кожа очень легко обветривается, и помимо обычного раздражения, шея и бососина начинает еще и трескаться, шелушиться и так далее. А если бриться перед отбоем, то за ночь раздражение от бритья проходит и вышеописанных проблем не будет. Ну а если же ты тестистероновый пацан с густой растительностью, которому необходимо бриться каждые 5 минут, то крепись. Обычно койхи достаются военнослужащим согласно их номера в штатке. Однако, если у вас есть возможность самому выбрать для себя кровать, то вот несколько советов. Не выбирайте шконку у окна, так как чаще всех будете стоять на фишке, дольше всех бежать в строй и зимой мерзнуть от сквозящих окон. Верхний или нижний ярус решайте сами, но одно скажу точно. Верхний ярус заправлять и отбивать не так удобно, как нижний. Выбирайте самую незаметную с центрального прохода кровать, где-нибудь в центре самой располаги. Крайние шконки это тот еще геморрой. Помимо того, что ты спишь как на ладони у командиров, так еще и как только ты свою кровать отбил, тут же найдется какой-нибудь мудак, который что-нибудь положит на нее, командиры обязательно сядут и разумеется практически никто за собой не поправит. А ты потом получишь люлей за то, что у тебя кровать не отбитая. А ты такой, да натягивал я ее, пошли нахуй все с моей кровати. Я думаю, вы поняли. И еще что касаемо нарядов. Пока вы будете на КМБ, не поленитесь выучить обязанности. И вот не надо говорить, мол я в школе даже стихотворения выучить не мог, а тут обязанности. Это легко. Даже те, кто в целом по-русски плохо разговаривает, обязанности зазубрить способны. На начальном этапе понимать их даже не нужно, главное просто зазубрить и рассказывать на автомате. Когда у вас проверяют знания и обязанности, не пытайтесь сильно осознанно их рассказать. Большинство проверяющих и сами дословно их не помнят. Главное в такой ситуации хотя бы показать, что ты знаешь, говорить уверенно и быстро. Сам текст обязанности очень нудный и в нем куча однотипных повторяющихся слов, поэтому в нем очень легко запутаться. И даже если запутался, как самый настоящий артист, продолжай свое шоу, как будто так и надо. Чаще всего солдаты их примерно как-то так рассказывают. Очередной дневальный породинстью службы внутри газарного помещения, уходной двери, без комнат для хранения оружия. Он обязан никуда не подключаться в помещение роты, без разрешения дежурного породия, постоянно блядь за комнат для хранения оружия, не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выносы из газарного оружия, боепребрязывая имущество рождения, имеющего в дежурном ороке. От корки до корки рассказывать обязанности редко заставляют, но есть и исключения. Эдакие педанты армейского дела, которые попросят рассказать именно сука вот восьмую строчку обязанностей дневального, или спеть гимн России, но начать именно с первого четверостищая третьего куплета. Но и к такой облаве тоже можно подготовиться. Для этого вон целые 2-3 часа ночного стояния на тумбе даны. Не трать их на мысли о кровати. Стой, изучай, вникай, запоминай. Ведь если все обязанности и командование у тебя от зубов отлетают, то ты и командирам покажешь, что не дебил. И жизнь себе облегчишь. Если ночью на тумбе уж прям сильно рубят спать, отпросись у дежурного пороте быстренько сходить умыться холодной водой, и стой да заполняй всякие журналы, типа термометрии, телесного осмотра и тому подобное. Благо бумажной работы в армии хватает всегда. И полезное дело сделаешь, и мозговая активность не даст тебе отправиться в страну снов раньше положенного времени. Пока что это все тонкости, которые мне удалось вспомнить. Надеюсь, что этот ролик оказался вам хоть чуточку полезным. Обязательно оценивайте мою работу лайком или дизлайком, подписывайтесь на канал. Нас уже 100 тысяч. Просто невероятно. И это еще при условии, что 90% зрителей без подписки смотрят. Поэтому не ленитесь, друзья. Наша следующая цель 200 тысяч. Казалось бы, обычная циферка на сайте в интернете. Да, и по современным меркам это очень мало. Но лично для меня это как бальзам на душу. Вот так смотришь и понимаешь, что делаешь все не зря. Спасибо. На днях выйдет отдельный ролик, посвященный этому событию. И там я анонсирую нечто крутое. А сразу же после выхода этого ролика будет долгожданный стрим. На котором мы с вами, как обычно, посекретничаем, посмеемся и отпразднуем. Следите за обновлениями в группе ВК и вкладке сообщества на ютубе. Подписывайтесь на второй канал и помните, что именно ваша поддержка мотивирует меня делать ролики чаще. Субтитры сделал DimaTorzok